Вы смотрите программу губернии, вот о чем расскажем. 10 детей диабетиков получили направление на реабилитацию в санатории Нальчика, а вот проезд оплачивается отказали. Все залезут в кредиты, возможно, часть родителей, у которых просто не будет возможности, они откажутся от этой поездки. Почему так получилось, разбирались наши журналисты. Кенишемцы дождались. С понедельника начинается рекультивация мусорного полигона в Сокольниках. Горожане не один год страдали от постоянно тлеющей свалки. В Иванове произошло очередное обрушение фасада дома на 2-й лагерной улице. Справиться с проблемой жильцы не могут с 2011 года. Тогда здесь поменяли кровлю, но стало еще хуже. Куски штукатурки на днях проломили балкон. Пошел вот такой процесс. Вот так мотаем. Добровольцы в Воскресенском льют свечи, вяжут носки и собирают посылки для бойцов в зоне СВО. Ну, когда я его спросила, говорю, как у тебя дела? А он говорит, нормально все, но, наверное, это моя последняя командировка. Расскажем, как мама десанта Елена Чеснокова вдохновила односельчан на организацию центра гуманитарной помощи на дому. В Иванове прошел концерт в честь Дня работника культуры. Но кто всегда стоит за кулисами и создает вау-фект для зрителя? Об этом и не только в нашем репортаже. Большевики захватили телеграф, а официальные власти закрыли на это глаза. У комитета не было силы. То есть он даже полиции, не полиция, а милиции не мог приказать. Период между февральской и октябрьской революциями. Противостояние двух центров силы. Расскажем, как это было. Красочные зарисовки и строгая графика. В Ивановской библиотеке для детей и юношества открылась выставка двух художников с особенностями здоровья. Творить им помогает их наставница. Сейчас об этих и других событиях подробнее. В студии Алина Марычева. Добрый вечер. Группе детей-инвалидов с сахарным диабетом отказали в бесплатном проезде до места лечения. Родителям ничего не оставалось, как брать кредиты и просить помочь неравнодушных людей. Как так получилось, разбиралась Дарья Костина. Евгения одна воспитывает двоих детей. У Димы бронхиальная астма, у Ани сахарный диабет. Большая удача. Семья смогла получить направление на 10-дневную реабилитацию в одно учреждение. Мы поедем в Нальчик. Я ожидаю хороших эмоций. Вот Димка. Дим, помнишь, чего ты говорил про котиков? Я очень хочу увидеть там котиков. То есть я помню, когда мы в прошлый раз были, там было котики, обормочки. У детей в чемоданное настроение, мама в тревоге. Обратились в департамент, в котором нам оформили талоны направления на проезд. И с этими талонами мы поехали в ФСС. И, к сожалению, там нам был отказ в том, чтобы поехать с детьми на реабилитацию. Тяжело было вообще собрать все эти документы, для того, чтобы это вообще все сделать. Вот. Мы такой большой путь прошли. И теперь отказываться от этого. И вообще дети у нас крайне редко ездят на реабилитацию. Мы уже два года никуда не ездили. Евгения не одна. Направление на реабилитацию, то есть восстановительное лечение, получили 10 детей и трое сопровождающих взрослых. У многих просто нет денег на билеты, но и нет сил отказать ребенку в долгожданной поездке. У меня дочка. Мы уже болеем 12 лет. Дело-то в том, что вот за это время мы никогда никуда не ездили. Лагерей нету. В лагерь нас не берут. Реабилитацию согласовывали более полугода. Старание во многом председатель Ивановского диабетического общества Екатерины Ристарховой. Она тоже едет в Нальчик со своей дочкой. Рассказывает, немногие санатории берут детей на реабилитацию. Согласилось руководство частного учреждения «Долинск». В него Ивановское отделение социального фонда предоставляет путевки, оплачивает проезд туда-обратно. Но, внимание, по санаторно-курортному лечению. Реабилитация – это другое. В фонде нам объяснили, 617-й приказ Минздрава 2005 года четко регламентирует, бесплатный проезд на реабилитацию возможен только в государственной федеральной клинике. Только в них, заявляется, дети ездили в прошлые годы. Мы очень сожалеем о создавшейся ситуации, но отказ в предоставлении проезда на самом деле возник не сиюминутно. Родители детей обратились в региональное отделение фонда 9 марта. И мы всеми возможными способами пытались решить данную проблему. Обращались в вышестоящие инстанции, изучали тщательно еще раз законы. Но еще раз подчеркну, к сожалению, действующим законодательством не предусмотрено обеспечение бесплатным проездом на реабилитацию в частные клиники. Екатерина и другие родители считают, фонд руководствуется внутренними документами. А есть федеральный закон, в котором и вовсе не прописаны формы собственности учреждений. Говорится, предусмотрено обеспечение граждан льготной категории бесплатным проездом к месту лечения и обратно. Екатерина готова идти в суд, но это потом. Сейчас в спешке решает вопрос, как уехать. Поезд на днях, свободных мест нет, нужно снимать с брони. А деньги на билеты, 70 тысяч рублей на всех, пришлось занять. Мы будем изыскивать все возможности и хотели бы обратиться к людям, подключиться. Кто неравнодушен, нам любая сумма сейчас будет очень актуальна, потому что собрать, грубо говоря, в районе 70 тысяч рублей, это достаточно проблематично. Родители детей-инвалидов заявляют, проблема назрела. Будут бороться. Бороться привыкли. За лекарства, лечение. Теперь за проезд. Дарья Костин, Денис Железов, телекомпания «Барс». Штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы до шести лет грозит директорам двух предприятий в Ивановской области. Они обвиняются в уклонении от уплаты налога в крупном размере. Руководитель кенишемской компании «Фтор-термополимер» задолжал государству 48 миллионов рублей. По версии следствия, с 2018 года по 2020 он включал в декларацию заведомо ложные сведения. Фигурант аналогичного уголовного дела, директор Ивановского предприятия «Автотрест». Следствие считает, что он уклонялся от платежей в 2017 и 2018 годах. Сэкономил таким образом для себя 54 миллиона рублей. Оба дела были возбуждены на основании материалов проверок, которые предоставила налоговая служба. С понедельника в Кинишме приступят к рекультивации свалки в микрорайоне Сокольники. Горожане не один год ждали этих работ. Полигон закрыт несколько лет назад, но там все равно регулярно возникали пожары. И летом, и зимой. Проект получил федеральное финансирование. Все подробности у Татьяны Прокопенко. Эти кадры сделаны в минувшем декабре. Снег не мешает тлеющим очагам разгораться. Жители близлежащего городского района регулярно страдают от едкого дыма. С 30-х годов прошлого века на полигоне накопилось более 700 тысяч кубометров отходов. Глубина залегания – 18 метров. Решить проблему постоянных возгораний можно было только рекультивацией. Но это дорогостоящий проект. Своими средствами город справиться был не в состоянии. Решили участвовать в федеральной программе. В прошлом году заказали разработку проектной документации. Она прошла госэкспертизу. Стоимость работ по рекультивации свалки оценили в 432 миллиона рублей. В конце прошлого года федералы подтвердили финансирование. В январе и феврале мэрия провела конкурсы по поиску подрядчика. Конкурс первый был отменен по жалобам участников. Сейчас конкурс второй состоялся. Подрядчик определен – это полигон, город Томск. Представители томской компании уже приехали в Кинишму и руководство и те, кто непосредственно будет заниматься рекультивацией. Уже в понедельник на полигон начнут завозить спецтехнику, бульдозеры, тракторы и оборудовать строительный лагерь. По словам городского главы, на свалке будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Работы начнут с ликвидации очагов изгорания и других противопожарных мероприятий. Будет постоянно на объекте пожарная машина. Тоже она уже отправлена из Томска. Подойдет через 3-4 дня. И по сути дела все вопросы, касающиеся финансов, традиционных, технических, проектных решений, все у нас эти вопросы сегодня мы на совещании поговорили. Завершить рекультивацию мусорного полигона планируют до конца 2024 года. Татьяна Прокопенко, телекомпания «Барс». Крыша течет, на стенах плесень, с фасада падают куски штукатурки, но капитального и косметического ремонта не будет. Ивановцы с улицы Нефедова не первый год жалуются на бездействие управленцев. Как утверждают жильцы, ежегодно сначала оттепели, зайти в дом опасно для жизни. С фасада периодически отваливаются кирпичи и штукатурка. Управляющая компания «ЦУК» не реагирует на претензии собственников, утверждают жильцы. Проблемы, говорят, в этом доме не первый сезон. Здание 58-го года постройки. Капитального ремонта ни фасада, ни кровли не было. Сейчас люди боятся заходить в подъезд, так как наружные стены продолжают разрушаться. Кирпичи падают, управляющая компания бездействует, администрация бездействует, жилинспекция тоже. Все на наш дом забили. Дети идут из сада или гуляют, боются из-за жизни детей. Кирпичи-то падают. Уже не знаем, куда обращаться. Между тем, замена кровли на 17-м доме по улице Нефедова по региональной программе была запланирована на 2022 год. Однако, как сообщили в фонде капремонта, сумма подрядных работ по смедной документации превысила предельную стоимость капитального ремонта. В итоге здание исключили из региональной программы, сославшись на 168-ю статью жилищного кодекса. Между тем, прокуратура начала проверку по разрушающему судому на 2-й лагерной улице в Иванове. По ее итогам будет дана оценка деятельности управляющей компании и органов местного самоуправления. Жильцы уже не первый год бьют тревогу по поводу состояния здания. Люди реально опасаются за свою жизнь и здоровье, боясь не только находиться в своих квартирах, но и выйти на улицу. Почему разрушающийся дом не ремонтируют, разбирался наш корреспондент. Вчера я, мои окна вот здесь, на первом этаже, я услышала такой «ух» и вот рухнула. Вот я не знаю, теперь надо им честно вызывать, чтобы, иначе балкон может рухнуть. Нам день продержаться и ночь простоять, говорят жители. Люди в панике и сейчас не знают, что делать. Балкон на третьем этаже от упавшего куска фасада пока не рухнул, но козырек восстановлению не подлежит. Влага постепенно разъедает дом изнутри. Протечки в этом доме на второй лагерной продолжаются из года в год. Это началось с 2012-2013 года. То есть начала протекать крыша, начал намокать фасад и стали валиться кирпичи. Жители утверждают, намокать фасад начал почти сразу после ремонта крыши. Найти подрядную организацию бракоделов не получилось, она растворилась. Заделать дыры на кровле и как-то повлиять на быстро меняющиеся управляющие компании не получается. Дошло до того, что выпадающие кирпичи начали выбивать окна. До несчастных случаев пока не дошло. Я живу на первом этаже, поэтому до нас протечка не дошла. А вот до вторых этажей, а у некоторых, да, вот в этом подъезде до первых дошло. Потому что здесь идет весь стух, угловой подъезд. Здесь до первого этажа промочки. Провести ремонт кровли или фасада дома в таких условиях слишком рискованно. Чтобы найти выход из замкнутого круга, жильцы обратились в госжилинспекцию. В свою очередь инспекторы направили письмо в межведомственную комиссию при мэрии, чтобы специалисты детально оценили техническое состояние постройки. Комиссия в июне месяце собралась. Документы, которые были направлены, рассмотрели. Было принято решение заказать техническое заключение у специализированной организации о состоянии строительной конструкции этого дома. Сейчас данное заключение в стадии подготовки. Как только будет готово, работы будут приняты. Соответственно, комиссия соберется вновь и примет решение уже о дальнейшей судьбе этого квартирного дома. Жизненно важный документ от экспертов с июня прошлого года находится в стадии производства. А дом не ждет. Он постепенно разрушается. Мы позвонили в рекоператор по капитальному ремонту. Нам ответили, что договор давно прерван, потому что начинную стойку придется платить. И из программы капремонта в 2023 году опубликована официально на сайте у них программа по капремонту. Нашего дома там нет. На дворе конец марта. Точных сроков готовности документов городской администрации и сегодня назвать затруднились. Но клятвенно заверили, все в рамках закона. От смены управляющей компании «Народная» на другую, уверенно заявляют жители, дыр на крыше меньше не будет. Владимир Еремин, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Бывшего начальника Фурмановского районного отделения судебных приставов будут судить за превышение должностных полномочий. По ее инициативе в декабре 2020 года было необоснованно прекращено около 500 исполнительных производств. Как считает следствие прокуратура, руководитель действовала из корыстной заинтересованности. В частности, рассчитывала на поощрение за хорошие показатели в работе. Она дала подчиненным незаконное указание закрыть производство взыскания административных штрафов, хотя на это не было оснований. Уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы. Никто кроме нас. Девиз воздушно-десантных войск сейчас стал жизненным принципом группы женщин в селе Воскресенское Лежневского района. Каждый день они собираются вместе, чтобы сооружать свечи и розжиги для бойцов в зоне СВО. Вдохновила всех на создание локальной группы помощи Елена Чеснокова. За пару месяцев ее дом превратился в настоящий гуманитарный центр. Его посетила Наталья Сергеева. Десять часов утра, а эта бригада уже на посту. Готовят основы для свечей, которые потом отправятся под заливку к парафинам. Вот сегодня с утра и после обеда, и в шесть часов можем вечера прийти, до девяти, до полдесятого вечера работаем. Наделаем чего-то. А Лена там у нас в своем цеху может и до часу ночи работать. Заливает это все. Так что у нас ненормированный рабочий день. Бригада шутит. За время их работы над изготовлением свечей Ивановская область стала чище. Вход идет в торсырье. Нежные женские руки сначала обрабатывают жестяные банки, которые им поставляют из кафе или просто жители. Острые края обязательно обрабатывают плоскогубцами, чтобы не порезаться. Все это загибаем, моем, этикеточки сдираем. Тут где клей, над газом это нагреваем, тряпочками стираем. Так что экологически чисто идет. Если даже будет у них там что-то гореть, не будет ни коптить, никакого запаха, ничего не будет. Этими бойцами невидимого фронта проверено. Такая окопная свеча горит больше шести часов. Не меньше часа горят вот такие ручные свечи длительного горения. Вот как раз эта свечка правильная. Палочка маленечко внизу, а спички наверху. Вроде как цветочек делаем. Их сейчас, натирая мозоли и обрезая пальцы, каждый мастериц крутит на дому. В составе палочки для суши, хлопчатобумажные нитки, спички. Еще вот такие салфеточки. Все магазины в Иванове бошли. Все скупили? Все скупили. По шесть штучек. Сначала три мотаем, потом еще три. Пошел вот такой процесс. Вот так мотаем. Сейчас все действия этих добровольцев слажены и работа идет быстрее. А начинала все она одна, Елена Владимировна. Узнала про группу помощи 98-й дивизии. Пообщалась. Сначала планировала приезжать в Иваново плести маскировочные сети. Потом узнала, что постоянно необходимы блиндажные свечи. И начала их лить прямо на дому. Батюшка дал огарочке свечей. Говорит, они намоленные, Елена Владимировна. Они помогут еще больше нашим воинам. Растапливала в обыкновенном чайничке. Там эти фитильки, это же нельзя выбрасывать ничего. То есть оставались фитильки, остается вот здесь. То есть мы вот таким приспособлением. Я их оттуда выуживаю. Фитили и другие нити идут для изготовления розжига. Их складывают в коробки из-под яиц. Вадим, муж Елены Владимировны, шутит. Сначала сильно ревновал супругу к такой работе. Тем более занимало все это много места. А потом и сам стал помогать. Елена Чеснокова в Воскресенском человек известный. 13 лет работала педагогом в школе. Сейчас помогает пожилым людям в качестве соцработника. Теперь в свободное время посвящает помощи военнослужащим, которые находятся на передовой. Вот у меня тут есть спасители. И наш киприянушка блаженной. То есть если я вот одна, я люблю одна по вечерам. Включаю псалтырик и работаем. Елену Владимировну еще называют мамой десанта. Оба ее сына служили в ВДВ. Отсюда год назад они вместе отправляли на СВО близких друзей. Она их знала с рождения. И теперь уже до самой смерти. Улыбается, глаза широкие. Ну, тут они шашлычки все у них. Но когда я его спросила, говорю, как у тебя дела? А он говорит, нормально все. Но, наверное, это моя последняя командировка. Вот эти вот глаза и с этими словами. Это просто забыть невозможно. Поэтому ее материнское сердце захотело согреть всех мальчишек, кто участвует сейчас в спецоперации. За пару месяцев эти добровольцы успели изготовить более 400 окопных свечей. Свыше 600 свечей длительного горения. Уже подготовлены сотни основ под новые свечи. Когда заготовочка готова, видите, у нас сколько их? Очень много. То есть это уже больше тысячи заготовок. И сейчас у нас проблема стоит в парафине. То есть у нас закончился парафин. Вот этот раз мы начинали с одной пластинки. Взяли, пробовали. Потом взяла я целый брикет, в который пять пластинок, 23 килограмма. А сегодня, на прошлой неделе, мы взяли уже три брикета. То есть 63 килограмма. Все мы их излили. Энтузиазмом Елены Чесноковой заразились многие односельчане. Просят провести мастер-классы. Каждый день приносят. Кто вязаные носки, кто трусы, кто БПшки и другие продукты длительного срока хранения. Кто не может помочь руками, переводит деньги. С февраля Елена и Вадим отправили в Иваново в пункт сбора помощи уже четыре гуманитарные посылки. А ближе к лету возьмутся все-таки заплетения маскировочных сетей. Ведь говорят, кто же, кроме них, поможет таким же, как их сыновьям. Наталья Сергеева, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Ну а прямо сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем после нее. В Иванове прошел концерт в честь Дня работника культуры. Но кто всегда остается за кулисами и создает вау-фект для зрителя? Об этом и не только в нашем репортаже. Красочные зарисовки и строгая графика. В Ивановской библиотеке для детей и юношества открылась выставка двух художников с особенностями здоровья. Творить им помогает их наставница. Это программа «Губерния». Мы продолжаем выпуск. Накануне Дня работника культуры в ЦК ИО нагородили тех, кто особенно отличился на этом поприще. В Иванове вручили городскую премию «Триумф». Но кто еще стоит за победителями? Наш репортаж из-за кулисья. В руках Натальи Васильевны – настоящая реликвия Центра культуры и отдыха. Один из самых первых костюмов, который даже сегодня используется творческими студиями. Костюмерную она называет скромно «монашеской кельей». Больше десяти лет Наталья Васильевна следит за этими творениями. Признается, стало тесновато, ведь здесь более двух тысяч костюмов. Внешний образ имеет огромное значение. В смысле, и костюм тоже, сами понимаете. Если костюм, когда уже одеваешь, ты уже хочешь этот образ создать. Именно благодаря костюму. Если наши красавицы выступают вот в таких нарядах, как вы сами видите, то любая девушка, будем говорить, просто обыкновенная, которая идет по улице, в наших костюмах превращается в настоящую красавицу. Ни одно выступление не обходится без игры света. Перемещаемся ближе к сцене. Настоящее вип-место у Олега Леонидовича, оно же самое ответственное. Здесь центральный пульт управления. Как правило, приходит к светооператору с уже заготовленным сценарием. Остается вовремя двигать ползунки и следить за происходящим. Поэтому Олег Леонидович из тех зрителей, кто всегда остается до конца. Есть порталы, есть софиты, есть задники, есть планшеты. Все вот это в действии производит центральный пульт, называемый регуляторный. Сцена готова, все на местах. Остались главные гости – выступающие коллективы и обладатели премии за вклад в развитие культуры. Всего к награждению представили семерых. Среди них и Анна Морозова, которая своим танцем заряжает учеников и зрителей. Я являюсь балетмейстером студии современной классической хореографии «Возрождение». Я являюсь хореографом и помощником режиссера конкурса «Ивановская красавица». Я очень рада передавать свой опыт через детей, через молодежь для дальнейшего поколения. И то, что я наработала за 35 лет, я очень рада им передать. И каждый ребенок, каждая участница этого конкурса вложила частичку в мою награду. Сегодня в Иванове больше 1700 работников культуры. А если приплюсовать ветеранов, то армия мастеров культуры гораздо многочисленнее. Ежегодно не меньше 20 педагогов получают премии и награды. Конечно, сегодня это очень важный для всех жителей города день. И мы чествуем всех, кто отдал частичку своей жизни, своей души именно с той целью, чтобы сделать нашу жизнь интереснее, добрее. И весь наш город лучше и светлее. День Соробьев, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Большевики захватили Ивановский телеграф, а официальные власти закрыли на это глаза. Мы продолжаем рассказывать об истории родного города. Сегодня речь пойдет о периоде двоевластия в Иванове между февральской и октябрьской революциями. Все подробности у Сергея Веселова. Телеграмма о победе февральской революции пришла в Иваново-Вознесенск 2 марта 1917 года. Городская дума признала новую власть и в ответ отправила приветственное письмо. На следующий день в городе был сформирован Революционный комитет общественной безопасности. Он стал официальным органом власти, представляющим интересы временного правительства. Под аресты были взяты сотрудники полиции, жандармерии и командования 199-го пехотного полка. Для охраны порядка создали новую службу – милицию. Параллельно с комитетом в городе появляется другой центр силы – Совет рабочих депутатов. Делегатов, труженики фабрик избрали за одну ночь – со 2 на 3 марта. Быстро избирается состав. Причем он был очень обширный. Там было около 100 делегатов. И, собственно говоря, даже вот эти делегаты – это уже реальная сила, потому что эти лица умели не только обсуждать и заседать, но и умели действовать. То есть они все пытались добыть себе оружие и были готовы в случае чего к вооруженному сопротивлению тем, кто им не подчиняется. Применить оружие были готовы. Совет был самопровозглашенным органом. Он занялся регулированием отношений между рабочими и фабрикантами. Его решением на предприятиях города был введен 8-часовой рабочий день. Установлен контроль за производством. В мае Совет формирует собственный силовой блок – Красную гвардию из рабочих. В отличие от Комитета общественной безопасности, Совет рабочих был организацией исключительно левого толка. Столкновение со своими политическими противниками стало вопросом времени. Оно случилось в июле 1917-го. Причиной послужили выступления большевиков в Петрограде. Иван Вознесенский уже были готовы к этому. 5-го числа на почту, на телеграф явились представители Красной гвардии. И, собственно говоря, установили контроль над телеграфами. Все телеграммы в время правительства задерживались. И пропускались только большевистские телеграммы. То есть над информационным потоком был установлен контроль. Но восстание в Петрограде было подавлено. Удержание телеграфа стало бессмысленным. Возник казус. По идее, зачинщиков и участников захвата официальные власти должны были арестовать и судить. Но на деле вышло по-другому. Красногвардейцы тихо покинули узел связи. А в Комитете общественной безопасности дело спустили на тормозах. У Комитета не было силы. То есть он даже полиции, не полиции, а милиции не мог приказать. Во-первых, ее было просто меньше. А во-вторых, глава ее заняла такую нейтральную позицию. То есть не было реальной силы. А за большевиков было, кроме Красной гвардии, были еще и солдаты 199-го пехотного полка. Это, собственно говоря, самая серьезная сила в городе. Это двоевластие продолжалось в городе вплоть до Октябрьской революции. После нее Комитет общественной безопасности был распущен. Вся полнота власти перешла к Совету рабочих депутатов. Стоит отметить, что в период между двумя революциями Ивановская дума сохраняла свои полномочия. Но при этом реальной властью она не обладала. Сергей Веселов, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Яркая эмоциональность и сдержанная графика в одной экспозиции. В Ивановской библиотеке для детей и юношества открылась особенная выставка. Работы созданы инвалидами и под чутким руководством художницы. Как они видят мир и что их вдохновляет, расскажет Яна Ведерникова. У Полины Барановой художественное образование. Больше шести лет она занимается с особенными людьми. Широкая улыбка вспоминает. Получилось это случайно. Подруга просто попросила подменить на уроках. Полина говорит, что быть преподавателем – это само по себе трудно. Работать с людьми-инвалидами не сложнее, а просто по-другому. Другими техниками и приемами. Но цель одна – раскрыть сильные стороны человека. В педагогика хороша тем, что мы можем наглядно увидеть всегда результат своей работы. Мы шли до того, чтобы научиться рвать бумагу. Ну, полгода у нас это заняло. Ну, вот представьте, простой навык. Но когда это получилось и стало получаться всегда, это прям вот стоит всех затраченных усилий. Полина Баранова – наставник для двух авторов, чьи работы и представлены на выставке. Про своих учеников говорит, если Сеня очень сдержанный и погруженный в себя, то Сережа более эмоциональный. Если Сеня больше склоняется к графике и работе с линиями, то Сережа любит как можно больше цвета, экспрессию и свободу. Когда умудряешься находить человека, который понимает наших детей, не много таких, но они есть. И вот это сотрудничество взаимное, да, они друг другу так много отдают. По крайней мере, я вижу, как художник выходит просветленное после Сеньки. Потому что, ну, согласитесь, неговорящим человеком это нелегко делать. А она выходит, и у нее как будто крылья. Мама Сережа Светлана рассказывает, благодаря творчеству сын начал различать цвета. Он может и не показать на него рукой, но обязательно посмотрит. А еще он перестал стесняться. Он может построить глазки. То есть это же тоже все идет от творчества. То есть вот от самораскрепощения, скажем так. Вот. И плюс еще, конечно, очень приятно, для особенных детей, я тоже считаю, что это очень важно, когда результат его творчества, вот он, например, выливается вот в такую выставку. Художница и наставник Семы и Сережа говорит, своих учеников и свое дело не оставят никогда. Яна Ведерникова, Денис Железов, телекомпания «Барс». Ну а прямо сейчас о погоде расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. Лечение корневых каналов и восстановление зубов под контролем операционного микроскопа. Экспертно и качественно. Стоматология «Здравушка». 90-30-30. В субботу в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дождь, температура воздуха днем 4-6 градусов выше нуля, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы составит 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%. По прогнозам синоптиков, последний день недели будет довольно дождливо, но обойдется без резких перепадов температуры. Внимание! 26 марта. День распродаж в текстильном центре Рио. Все товары в розницу по оптовым ценам. Все значительно дешевле. 26 марта. День распродаж в Рио. Приглашаем! Сразу после новостей, объявлений в городской хронике. Интересные истории видеофото вы можете присылать на наши редакционные мессенджеры. Это Вайбер и Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы на сайт Иванова Ньюс или звоните на горячую линию 587777. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова